Блядь, кто-то идёт. Сука. Блядь, дверью там хлопают. Ну, пиздец. Перед началом ролика небольшое объявление. Вы, наверное, поняли, что каждую пятницу у нас перейдут стримы в среднем где-то по два часа. И я понимаю, что все два часа просидеть довольно сложно, только самые упоротые, верные ребята сидят с нами до конца. Но кто-то хочет посмотреть, что там не все могут просидеть два часа на стриме и хочется всё равно быть в курсе. Поэтому многие предпочитают такой жанр, как нарезки. Я тоже люблю, в принципе, и смотрю только их, если мне нужно что-то узнать, в сжатом формате. Так вот, подбираемся к сути. Я ищу человека, который умеет видеомонтаж и сможет сделать хорошую, сочную нарезку из всего того, что у нас там происходит. Разумеется, за денежку. Если вас это заинтересовало, то вот ловите вступительное задание. Давайте возьмем последний стрим, где мы тестили чернила и акрил. Сделайте из этого выжимку самых интересных моментов нарезочку. Всю связь будем держать через ВК. Присылайте мне свои варианты. Главное, чтобы видос был не меньше 10 минут. Чем больше, тем лучше. И тот, кто сделает, на мой взгляд, лучше всего, то будем работать. И даже если вы сами не умеете, но знаете человека, который более-менее шарит в видеомонтаже, то помогите нам найти друг друга. Поделитесь с ним этим видеороликом и объясните, в чем здесь суть. Я вам буду благодарен. Так, с этим разобрались. Ну, а теперь предлагаю окунуться в октябрь 2018 года в Питер. Интереснейший ивент на носу. Давайте, не буду спойлерить. Начинаем смотреть. Вагон-ресторан. Час ночи. Поезд уже как полчаса идет по направлению к Питеру. Нас пригласили поучаствовать в YouTube Space Pop-Up в этом году. И едем мы туда не просто так. В планах нарисовать одну масштабную работу. Лично мне всегда доставляло рисовать персонажей. И в этот раз мы решили основательно подойти к созданию образа. Лицом Artifix станет наш главный редактор. Анна. И дабы придать типажу изюминки, в ее облик было внесено несколько дерзких коррективов. Все ради одного снимка, который и послужит эскизом для моей работы. И мы начали искать. Пробовать. Ну, как мы. Я по большей части просто рядом крутился. На самом деле девчонки и сами прекрасно справились. Все-таки фотографу это тебе не просто так на одну кнопочку нажимать. Там идет настоящая работа. Полный контакт между моделью и оператором. Правильный. Класс. По итогу снимок у нас был. И, разумеется, в дорогу мы отправились вместе. Санкт-Петербург. Ничего не буду рассказывать про него. Просто хотя бы разочек заглянуть сюда обязательно стоит. Равнодушным этот город мало кого оставляет. Но речь пойдет больше о мероприятии. Вернее о том, что я успел зафиксировать, пока находился там. По всем прикидкам, объем работы казался, мягко говоря, немаленьким. И я поторопился как можно быстрее накидать первые наброски на холст. Зал для этой процедуры освободился только вечером. И, как оказалось, один день YouTube Space уже был позади. В любом случае, что к чему, я буду разбираться уже завтра. Сейчас уже довольно поздно. Нужно выспаться. Поначалу, да. У меня все очень аккуратно и опрятненько. Но это только поначалу. Как правило, творческий беспорядок не заставляет себя долго ждать. Ну, это нормально. Так что же это за поп-ап такой? Вообще, идея очень толковая. Если совсем просто, YouTube организовывает встречу всех своих топовых авторов с менее опытными. С целью передачи знаний и создания новых и интересных коллабораций. Несколько залов, где происходят самые разнообразные лекции и выступления. Очень все, конечно, интересно. Но мне ничего из этого не светит. Забегая вперед, в тот день прилип я к холсту довольно плотно. Часиков на девять. Я не знаю, чем я думал, когда выбирал краску для этой работы. Водоэмульсионка ни в какую не хотела ложиться на ткань. Из-за этого одно и то же место приходилось прокрашивать по нескольку раз. Стоит ли говорить, что это здорово усложнило мою жизнь на следующие пару дней? Когда я работаю, я, если можно так выразиться, растворяюсь в процессе. И начисто перестаю замечать, что происходит вокруг меня. Многое из того, что вы сейчас видите, я также увидел впервые только тогда, когда начал монтировать это видео. Например, вот эти вот красавцы даже не поздоровались со мной. Ну, это все мелочи. Периодически отрываясь от рисования, то и дело приходилось натыкаться на знакомые лица. Так как я являюсь обычным смертным, я тоже смотрю ютуб. И когда ты вживую видишь человека, за творчеством которого ты следишь не первый год, то происходит резонанс. Такое интересное чувство. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Ближе к вечеру народу значительно прибавилось. Еще бы. Ведь в 19.00 заявлено автопати. И вход туда только по браслетикам. Это значит, что основной контингент дискотеки это ютуберы. Интересно. Сейчас главное привести работу, хоть и не в законченный, но хотя бы в приемлемый вид. За сегодня я ее полностью не завалю. Оу. Ну, тут я уже свалил в бар. Спасибо, Аня. Да, как сейчас помню эту приятную усталость. Я тихонечко уселся в угол и начал изучать. Очень любопытно наблюдать, как лидеры мнений с миллионной аудиторией постепенно стали превращаться в обычных людей. Кто-то с легкостью находил общий язык друг с другом. Также складывалось впечатление, что кому-то это вообще не нужно. В любом случае, на мой взгляд, мнение о себе и окружающих – это всего лишь плод нашего воображения. Есть вероятность, что мы все равны. Я проспал Катю Клэп. Но попал на Алюну Пязок. Ну, после вчерашнего было как-то не до этого. Мне сейчас надо дорисовать холст и домой. Я так до конца и не понял, о чем вся эта история. Да и с привычкой все сводить к какому-то логическому завершению тоже нужно заканчивать. Это ведь просто маленький фрагмент моей жизни. Он ведь не обязательно должен ознаменовать что-то или привести к какому-то результату. Мне просто было по кайфу прожить эти несколько дней. Может быть, этого достаточно? Потому что это нужно не увидеть. Ут估 travaillения. Что нужно отодковать. Продолжение следует. Ут估 commend correем. Ут估новательство. Ут估енности離 по основе. Продолжение следует. Ут估 в голове. Ут估. Продолжение следует...